Этот выпуск новостей мы неожиданно посвятим нашим соседям из, или, если хотите, с Украины. Тем более, что судьба Кременчугского автозавода, известного своими грузовиками, будет интересна многим. Этот самый завод неожиданно заполучил серьёзнейший контракт. В ближайшие три года бывшему флагману грузового автопрома Украины предстоит выпустить тысячу грузовиков различного назначения для нужд армий союзников США. Заказчиком выступила компания из американского Fairfax, что выполняет поставки техники для правительства, военных и других госучреждений США. Конкретно КРАС отгрузит двухосные машины, включая бортовые и цистерны. Между тем, шансов на оживление завода фактически не было. Предприятие носило статус банкрота, имело колоссальные долги. Однако крупный заокеанский заказ позволил вновь запустить производство. При этом украинские военные и строители не сильно жалуют грузовики марки КРАС, больше предпочитая белорусские МАЗы. А сейчас командование ВСУ активно интересуется чешскими шасси Татра. Техника нужна только тогда, когда идут боевые действия. Как только боевые действия затухают, сразу появляются лоббисты. Во многом такая ситуация сложилась именно из-за статуса банкрота. В тендерах, организованных правительством Украины, компания участвовать запрещалась, а без госзакупок выжить было почти невозможно. Еще одна интересная история, посвященная украинскому автопрому. В начале этого года тамошняя Минобороны объявила конкурс на разработку легкового автомобиля по высшей проходимости для нужд ВСУ, в котором приняло участие несколько украинских предприятий. О результатах конкурса не сообщалось. Но презентованные разработки должны были стать заменой российским внедорожникам марки УАЗ. Но не сложилось. И в итоге разные рода войск выбирают разную технику. Скажем, украинским войскам связи и кибербезопасности приглянулись корейские Kia KM450. Это лицензионная версия древнего американского пикапа Kaiser Jeep M715, что был разработан больше полувека назад. У армейского Kia рамная конструкция, рессорные подвески и простенький дизель отдачей 130 сил. Полноприводный грузовичок может перевозить 2,5 тонны груза, либо разместить необходимые надстройки и вооружения. До конца года должны пройти государственные испытания этого автомобиля. Если их итоги устроит военный, то одесский завод телекарт-прибор начнет устанавливать на корейские шасси армейские средства связи.